Господа, сегодня я нахожусь в селе Молдовка Адлерского района и покажу вам новый готовый домик, за которым я следил еще на этапе начала его строительства. В общем, уютненький домик площадью 134 квадратных метра. Также имеется придомовой участок, 4 сотки индивидуально-жилищного строительства. Сейчас мы находимся на улице Тимошевская. Коммуникации к этому дому подключены все, кроме газа. То есть водопровод 15 киловатт, электроэнергия и труба газовая, равно как и у соседей, она вся уже подключена. Подъезд здесь на легковом автомобиле. В той стороне есть у нас магазин, буквально тут рядышком. До автобусной остановки всего 300 метров. В общем, обжитой, так сказать, район. Смотри, здесь достойные дома. И у нас, вот смотрите, все, ограждение есть. Все как положено. Откатные ворота для заезда автомобиля. Небольшой уклон, но сам дом стоит, видите, на равнине. Здесь уже на свое усмотрение вы, может быть, что-то посадите, какие-то деревья и так далее. Вот, может быть, расширите площадку. Может быть, какую-то зону еще для себя присмотрите. Но, тем не менее, вот при откатных воротах можно еще сюда два автомобиля поставить. И будет стоянка где-то на 3-4 автомобиля. Дом выглядит вот так. Он каркасно-монолитный с блочным заполнением. Видите, съезд здесь и пологи для колясок, и ступеньки. Можно его выложить плиткой, как вам угодно. Прежде чем мы пойдем вот в этот двухэтажный дом, давайте мы все-таки осмотримся, что у нас есть по территории. А территория у нас, в принципе, немаленькая, где можно что-то еще размещать, что-то посадить. Вот вы видите еще земельный участок. Есть плодовые деревья. Вот хурма растет. Сзади дома тоже есть тоже так же отступ, то есть где уже растут деревья. Вот она хурма. Вот еще хурма. То есть сад как бы у вас уже прилагается. Нельзя назвать этот дом как бы на совсем плотном, так сказать, месте, где ничего нет. Вот смотрите, какая она большая, крупная и уже спелая. Возвращаемся ближе мы к хозпостройке, которая здесь также имеется. Вот это вот, что за здание, вы спросите. А это здание у нас было построено и сделано как уличный туалет и душ. Ну вот, если у вас будет желание, допустим, не бегать домой, то здесь, смотрите, все в плиточке, в кафеле, унитаз. Правда, свет здесь, не знаю, не включен. Душевая. То есть все есть. Только надо установить краны и все такое. Пластиковая дверь нормальная. Ну и давайте вернемся к дому. Да, мы видим, что дом у нас в эркерном таком исполнении, скорее всего, зал. И есть балкончик. На две стороны дом. Я помню, что здесь вид есть со второго этажа в противоположную. Вон в ту сторону села Молдовки. Будет видно море. Здесь тоже забор, территория. И давайте зайдем. Дверь, обращаем внимание, нормальная дверь, качественная. Менять ее не нужно будет. Здесь у нас счетчик электроэнергии 15 киловатт. Заходим в дом. Монолитное перекрытие второго этажа. Также, видите, окно в коридоре. Лестничный марш. Вот такой вот. И внизу, под лестничным маршем, у нас есть возможность кладовки и санузла. Санузел просторный, с окошком. Это очень важно для дома, чтобы проветривать. Кладка ровная, нормальная. И все уже, я вижу, распланировано. Здесь у нас получается, так сказать, свободная такая планировка кухни-гостиной. То есть, можно выполнить вот здесь, к примеру, кухонную зону. Да, здесь вот чисто гостевой. Можно поставить перегородку, раздвижные какие-то моменты. Да, ну, раздвижные двери. Ну, в принципе, это выглядит вот так. Светлый, так сказать, дом. У нас еще сегодня пасмурная погода, облачная. Поэтому, может быть, на экранах не так видно. Ну, и давайте поднимаемся мы на второй этаж. Так, что касается окошечка. Вижу, окошечко есть. Можно было бы, конечно, его повыше поставить. Ну, здесь, видите, бетонное перекрытие было. Поэтому сделали именно так. Поднимаемся по лестнице. И с этой стороны у нас тоже есть окно, которое позволяет, так сказать, солнечному свету здесь проникать для лестницы. И это здорово. Далее. Вот такая вот комната первая. Обратите внимание, что у нас, получается, потолки не монолитные, потому что скос крыши идет вот такой вот. При этом у нас здесь вид в сторону моря. Раньше его как-то было видать. Сейчас сливается оно с облаками, поэтому не видно его. Ну, мы сейчас видим, там проходит уже трасса в сторону Красной Поляны и так далее. На втором этаже также имеется здесь дополнительное помещение для санузла. Если он вам не нужен, можете сделать здесь кладовку. Там темно, нету окошечка. Поэтому вот еще одна спальная комната. Такая же. Всего наверху получается три спальной комнаты. Дом, напомню, 134 квадратных метра на земле ИЖС. Стоит такой дом 8,5 миллионов рублей. Вместе с балконом и вот с такими перелами. Вот такой вот дом Молдовки. Ну что, ребят, кого заинтересовало это предложение, связывайте со мной по телефону. Научитесь сравнивать по поводу ценообразования в доме. У меня есть плейлист, куда я это видео подкрепляю. И вы можете посмотреть остальные какие-то предложения, а также сравнивать. Я считаю, что этот дом достоин внимания, потому что у него действительно есть хороший участок земли, на котором можно расположить не только хорошую парковку, но и зону отдыха. Есть сад свой и в отключенной уже коммуникации. Газ не проблема подключить, просто это все занимает времени. Поэтому будущему покупателю, конечно, потребуется, может быть, пару месяцев для подключения газа. Кто-то, допустим, хочет газом пользоваться, кто-то хочет электроэнергии. Здесь никаких проблем нет. Газ вот он проходит. Остальные коммуникации уже здесь подключены. В общем, возникают какие-то вопросы. Необходима еще будет детальная информация по поводу всех возможных рассрочек, торгов и так далее. Пишите в личку. Будем общаться. Всем пока.